Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Сегодня у нас спецвыпуск, посвященный печальному событию. После долгой болезни скончалась Светлана Михайловна Устиненко, о смерти женщины сообщила её дочь Элиана Гобозова. Долгие два года Светлана боролась с раком, но болезнь оказалась сильнее. Элиана пишет «Сегодня твоё сердечко остановилось, но ты навсегда будешь в наших сердцах и душах, моя светлая, нежная, добрая, искренняя мамочка. Мам, ты слышишь, мне плохо без тебя. Я тебя люблю больше жизни, я тебя люблю, как никто другой. Я всегда рядом, я тебя чувствую. Прошу всех неравнодушных прочитать вместе со мной молитву за упокой души рабы Божьей Фатинии». Светлана Михайловна Устиненко была участницей телепроекта «Дом-2». Сначала она приехала на проект в июле 2013-го, чтобы познакомиться с будущим зятем Сашей Гобозовым. И уже через месяц она стала полноправной участницей проекта. У Светланы Михайловны двое детей. Помимо старшей дочери Алианы, у неё есть сын-подросток Гегам. С отцом своих детей она развелась, так как в семье были постоянные скандалы. Женщина пришла на проект, чтобы поддержать свою дочь, которая не нашла общего языка с матерью Сашей Ольгой Васильевной Гобозовой. Но с появлением в периметре ещё одной мамы, скандалы только усилились. Так, например, в своём блоге Светлана Михайловна рассказывала. «Я сейчас на поляне. С Ольгой Васильевной у нас напряжённые отношения. Мы были с ней на фотосессии. Ольга Васильевна очень негативно на меня реагировала, хотя между нами не было конфликта. Она говорила, уберите её, пускай её здесь не будет, отстаньте от меня. Потом Ольга Васильевна стала на меня кидаться. Я не хотела расшигать скандал, старалась не реагировать на провокации. Я понимала, что если начну отвечать, то дело дойдёт до драки. Я не хочу общаться с человеком, который желает зла мне, моей дочери, моей семье». Затем Светлана Михайловна поняла, что она красивая незамужняя женщина, и проект для неё – отличный шанс завести роман. К тому же она привлекла внимание Василия Тодерики. Он стал очень элегантно за ней ухаживать, приглашать на романтические свидания. Но затем Вася вернулся к своей жене Антонине, которая тоже была на проекте и с болью наблюдала за флиртом своего мужа и Устиненко-старший. В сентябре 2014 года Светлане поставили страшный диагноз – опухоль мозга. Зрители узнали об этом после того, как она опубликовала на своей странице в соцсети пост с благодарностью за поддержку в трудный для неё период. «Дорогие мои, у многих в нашей жизни иногда случаются тяжёлые моменты. Наверное, такой момент наступил и у меня. Я благодарна всем, кто меня поддерживает. Это даёт мне огромные силы и веру в победу над болезнью». Женщина прошла несколько курсов фимиотерапии, перенесла несколько операций и даже обращалась к народной медицине. В мае 2016 года Светлане сделали повторную операцию по удалению опухоли, но улучшения она не принесла. После операции женщина была в тяжёлом состоянии. «Я не знаю, что со мной сделали», – делилась Устиненко. «Я ничего не вижу и не слышу. Нахожусь в полной растерянности. Спасибо моей дочери и родственнице, которая приехала из Волгограда и помогает мне, сидит со мной. Денег на лекарства нет. Мне сейчас выписали дорогущее средство, курс которого стоит 100 тысяч рублей, и нужно принимать его каждый месяц. Само собой, это неподъёмные для нас с дочерью суммы. Что со мной будет, не знаю. Моя жизнь окончена». Всё это время рядом со Светланой Михайловной были её дочь Алиана, зять Саша и его мама Ольга Васильевна. Выражаем искренние соболезнования семье Алианы Габузовой. На этом всё. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ. Субтитры подогнал «Симон»!